всем привет привет в этом видео будет обзор косметики essence и катрис давно не было таких видео но как показала практика вы очень их любите и они у меня довольно популярны по количеству просмотров и вашей заинтересованности поэтому когда мне компания предложила снова попробовать протестировать их новинки то я согласилась с удовольствием потому что большинство продукции этих фирм мне нравится но опережая хочу показать два продукта которые я покупала еще на свои деньги где-то год назад два консилера и из них мне очень нравится вот этот камуфляж это действительно моя бюджетная находка которая может составить конкуренцию более дорогим многим дорогим продуктом но консилер что не могу сказать об этом консилере light reflecting очень слабое покрытие и практически не перекроет он какие-то серьезные либо покраснение либо пигментные пятна то есть это вот знаете на очень такую хорошую здоровую кожу чтобы просто придать некий тонба дальше переходим к тому что мне присылалось для обзора всего лишь три средства которые мне не понравились тональная основа stay all day 16 часов но она не понравилась мне не потому что какая-то плохая а просто потому что очень темный цвет и и возможно а летом если я загорю только тогда я буду ею пользоваться средство номер два который не оказалось моих любимчиков хотя странно его в основном очень многие хвалят это знаменитый хайлайтер от catrice но мне как визажисту не очень подходит слабая пигментация сама по себе текстуры тоже несколько такая суховатая для меня но для ежедневного использования особенно молодым девочкам я думаю это будет вполне себе отличный вариант и третий продукт который мне не понравился вообще тени однушки под различные палетки комбинации цветов и их пигментация всегда мне подходили но как-то я не дружила именно с однушками решила попробовать потому что белый цвет довольно таки такой бомбический но и опять мои ожидания подтвердились на пальчики когда наносишь цвет смотрится просто помпезно наношу на века и это превращается всю в некую пыль неровный цвет и западание в различные морщинки в общем совсем это не моё может быть я просто никак с ними не сдружусь напишите ваше мнение дружите ли вы с подобными оттенками этот цвет 07 vanilla brilliance ну а дальше перейдем к продуктам которые мне все понравились вот этот ушел аш-лаш-лаш-лаш принцесс у меня сейчас она на ресничках делает мои реснички большими такими толстенькими длинненькими если много ее нанести можно сделать даже эффект вы знаете таких не то чтобы накладных ресниц но паучьих ресниц точно поэтому я ею особо не увлекаясь мне достаточно нанести ее чуть-чуть говорю да очень мне понравилось следующий продукт это праймер от catrice в начале когда наносишь на века он кажется таким довольно таки жидким как тональная основа но когда уже начинаешь это все так впечатывать века уже такое ощущение что она подсыхает и действительно тени вполне себе хорошо дружит с ней мне понравилось просто бомбическая палетка теней от essence в цвете 03 roses я уже как-то показывал в одном из влогов когда тоже брала с собой на выходные тестировать очень меня впечатлило я люблю когда в палетках есть светлые тона для того чтобы наносить на все века получается уже такая подложка на базу еще светлый оттенок и далее когда наносишь уже более темные получается очень такой многогранный рисунок поэтому сейчас вот вы можете наблюдать я использовал светлый оттенок розовый оттенок один из коричневых и вот этот бордовый по-разному смешивать и делать различные макияжи от дневного до вечернего супер пигментации отличные они мягкие они шелковистые и даже светлые оттенки дают пигмент очень хорошо что крайне редко в бюджетных палетках поэтому говорю да 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 не только обычным пользователям но и даже визажистом вполне можно заиметь себе такую палеточку потому что вот светлые оттенки меня очень быстро уходит потому что я всегда в каждом макияже практически использую их на базу как подложку две подводки для глаз одна из них водостойкая вполне себе очень даже неплохая мне удобно мне я вообще не вижу проблем вот в таких фломастерах и вот очень интересный уже два в одном здесь более тонкий фетр и с другой стороны более толстый для подведения уже сразу таких жирных макси стрелок хорошо держится не растекается кстати сейчас у меня на глазах тоже вот это подводочка и очень довольно таки неплохие стрелочки получаются гель для бровей сейчас он у меня тоже на бровях в цвете 01 браун довольно мягкий хорошо прокрашивает эти пробелы и среди волосков в общем говорю ему да есть более-менее достойная замена моей любимой помаде от анастасии beverly hills который скоро закончится поэтому я в принципе не переживаю могу пока обойтись вот такой помадкой пудра в цвете 010 мат плюс классная хорошая пудра я могу вам сказать сейчас она мне тоже на лице не пылит не сушит кожу если наносить кистью получается более такой легкий вариант я могу положить сюда какой-нибудь супер тоненький спонжик чтобы носить в косметичке вот эти румяна мне кстати напоминает это еще 2005 шестые годы помните у буржуа были запеченные румяна вот почему-то когда я их увидела мне сразу же такая ассоциация возникла это запеченный у essence они довольно я не скажу что плохо набираются немного слабоватый пигмент но тем не менее для ежедневного макияжа они мне очень подходят сегодня я использовала их и вот так вот они смотрятся очень понравились мне мультимат 010 оттенок румян от catrice потому что здесь есть вот такой безумно красивый персиковый оттенок вы не представляете какой он дает цвет реально такой сочный молодой персик очень хорошо что здесь есть и более темные более светлые тона можно их вообще смешать и добиться вашего цвета который вам больше всего подходит к лицу мягкие нежные шелковистый отличный помол безумно классные я в восторге и также от essence glitter in the air strobing blush and highlight powder в цвете 01 глиттер я так понимаю из названия подразумевает что здесь должны быть блестки но на самом деле он дает некий такой нежный сатин поэтому вы не бойтесь что вы будете блистать как новогодний елка нет совсем нет очень такой нежно-розовый приятный оттенок поэтому говорю да мне тоже понравился нежнейший просто как шелк молодцы ничего не могу сказать как бюджетные такие варианты просто супер последнее что у меня осталось это помады сейчас у меня на губах ультимат color 380 оттенок такой бежевый с песочным уклоном вполне себе носибельный на каждый день сейчас я не использовал никакой карандаш чтобы показать вам этот цвет на себе лучше вот просто нанесла на свои слабо пигментированные от природы губки и такой цвет получается следующая помада просто взорвала у меня инстаграм и на видео вы меня часто спрашивали что это за цвет что это за цвет это глосси стик я даже не знаю что это за оттенок такой темный сочный винный оттенок без каких-либо души супер могу только нахваливать и менее мне немного понравился 2 и листик энд лайнер а более темный оттенок уже и более сухой по своей консистенции из-за своего цвета он для меня лично не особо подходит но как вариант тоже такая помада имеет место быть самые самые вот что больше мне всего понравилось это тени просто бомба это вот этот глосси стик помада очень даже вполне тушь румяна просто бомбические ну и мой камуфляж наилюбимейший тоже он достоин быть мои косметички постоянно обновляться делитесь вашими любимым продуктами что вам нравится больше всего увидимся с вами в следующем видео пока пока и до новых встреч